Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телекомпания Ноттернальчик продолжает свою работу в эфире «Молодежный проспект». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Сегодня в нашей программе творческая мастерская «Мафатс» – сестры Лина и Дина, которые считают, что все, что не случается, все к лучшему. Мы работаем для вас и желаем вам приятного просмотра. Оставайтесь с нами. Наши хабза и язык – это мы, наше прошлое, настоящее и будущее. Написал в своей книге «Адыги Адыга Хабза» известный ученый-этнограф Сараби Мафедзев. Сегодня у нас в гостях сестры Лина Мафедзева, Дина Хашхожева-Мафедзева, которые являются внучками известного ученого-этнографа, как я уже сказала, Сараби Мафедзева. Здравствуйте, Лина. Дина, скажите, пожалуйста, каким-то образом дедушка предопределил вашу судьбу? Повлиял ли он на выбор вашей профессии и то, чем вы сегодня занимаетесь? И о чем сегодня будет у нас идти речь? Я думаю, все-таки, что дедушка повлиял на развитие какой-то творческой нашей жизни, потому что предоставлялась в этом плане выбор детский. И это всячески поощрялось, ни в коем случае не запрещалось нам. И, я думаю, нас как-то подвело к творчеству. Творческую нашу стезю, скажем так, это творчество вообще в целом у нас в семье развито. Каждый из членов нашей семьи творчески в какой-то отрасли проявил себя. И вот так же и мы, что касается меня, именно в искусство, в рисование меня привели дедушка с мамой. То есть меня отвели именно они в художественную школу, когда я была еще маленькая, училась в пятом классе, только шла в пятый класс. Поэтому дедушка, наверное, повлиял, потому что мое, скажем, рисование, мой художественный навык постепенно-постепенно перевели нас, вот можно сказать, в творческой мастерской. Девочки, вот девушки из благородных семей у кабардинцев, у адыгов с пяти лет уже обучались декоративному и прикладному искусству. Правильно? Это плетение галунов, золотая вышивка, вышивка золотом, вернее, тесьма. И девушка к замужеству должна была уже сама сделать свой свадебный костюм. Как вы пришли? Я не знаю, Дина, есть ли у тебя свадебный костюм, сделанный своими руками, но вот практически вы занимаетесь тем, чему обучали наших девочек в недалеком прошлом. И к чему мы сейчас потихоньку возвращаемся. Вы как бы возрождаете, да, те традиции, которые были у наших бабушек, которыми они занимались. И сегодня это уже в стилизованном виде как бы представляется нашим современным женщинам. Да, вы правильно отметили, что именно в стилизованном стиле это все идет, потому что какие-то орнаменты, которые были в древности наших предков, это все очень наглядно представлено сейчас в различных книгах, в литературе, это все есть. Золотое шитье, вышивка, платье, это было все, да. Но это именно вот как аксессуары, ручной работы, сейчас это пользуются спросом, это интересно. И это каждая девушка хочет подчеркнуть свою индивидуальность. И поэтому, я думаю, интересно нам стало этим заниматься в первую очередь. В наше время разные виды творчества и декора находятся на пике моды. Каждый может найти себя в творчестве и начать создавать вокруг себя красоту. Любой вид декоративно-прикладного искусства придает силу и энергию, помогает бороться со стрессом и делает жизнь ярче. Очень приятно сейчас, что стиль этно входит в моду. На каких-то мероприятиях торжественных уже девушки и парни, они выходят в стилизованных, то есть ориентированы на наше время все-таки, но приятно видеть, что этот орнамент, узор или пояс, будь он старинный или современный, что это уже привносится в нашу обыденную жизнь. И это дань традициям, которые мы сейчас можем отдать. Это очень приятно видеть, что молодежь хочет и стремится, и возрождает эти традиции, которые были раньше. Вот сегодня на вас украшения сделаны чьими руками? Все-таки нашими. Вы обе занимаетесь бисероплетением, вышиванием. Кто создает вот эти все произведения? Это уже искусство, потому что создано руками. Это уникально, это в единственном виде, правильно? Да, все наши изделия, произведенные творческой мастерской, нами в отдельности, они эксклюзивны. То есть второй такой вещи нигде не найдете, и мы специально не создаем, не повторяемся. Потому что в первую очередь каждое изделие, оно индивидуальное. И повторять второй раз, ну, нам, как людям творческим, это неинтересно, скажем так. Поэтому все в единственном экземпляре, так же, как и двух одинаковых людей по характеру и внешне ты не встретишь. Ну, если ты не близнецы, то даже у близнецов разные характеристики. Так же и наши изделия, они все разные, все не похожи друг на друга. Можно, конечно, сказать, что это сделано руками одного человека. Или вот Ленина можно изделия, мне кажется, так, на взгляд, определители мои. Ну, мы различаем уже, что я делала, что лицо. Да, мы различаем близкие. Почерк, если можно так сказать, уже сформировался за время существования нашей мастерской. Это примерно около двух лет уже мы функционируем. Но, как эскизы, в принципе, эскизы, я думаю, вот таких украшений, они не создаются. Просто это какое-то красивое сочетание цветовое, либо по фактуре, либо увидели в природе, кстати, очень черпим многое из природы красивых сочетаний. И думаем, как можно что скомбинировать, как можно с чем. Красивую сделать лепку. Вот Дина, например, занимается лепкой из полимерной глины. Делает цветочки, это все вручную лепится, запекается. Кстати, вот Дина упомянула, что у нас в семье все творческие. У нас она помогает запекать глину наша бабушка, Дмила Николаевна. То есть мы приходим к ней домой, это все в печечку. Она по температуре все устраивает. Так что у нас прям... Династия. Ну мы привыкли, потому что все хотят внести какой-то вклад в общее дело. И все чем могут, все хотят. Мы согласны с тем, что вот то, что сделано твоими собственными руками, вот эта энергетика переходит в те произведения искусств, которые ты создаешь. Конечно. И вот с какой любовью, с каким отношением ты это делаешь, так же и получается, наверное, вот это же украшение, да? Конечно. То есть если у тебя нет настроения или вдохновения, как любят говорить творческие люди, не получится того, что ты задумал или что ты хочешь сделать. Если у тебя нет позитива в данный момент, когда ты делаешь ту или иную вещь, у тебя не получится сделать что-то прекрасное, скажем. Поэтому без вдохновения тоже действовать и творить очень сложно. Себя заставить очень сложно. Поэтому муза и вдохновение – это, наверное, первое, что у людей творческих стоит. Просто не знаю, не понаслышке это, потому что часы, проведенные за вышивкой, за подбором материалов. Это действительно вкладывается частичка твоей души, мастера, который это делает. И поэтому тут такая любовь и энергетика, как правильно отметили, присутствует. И поэтому очень приятно, когда ты видишь свои работы не только на селе, но и на окружающих людях, которые тоже хотят поддержать тебя и как-то носят, и в жизни. И это очень приятно, когда ты видишь даже на абсолютно незнакомых людей встречаешь, и ты прям, аж, ты думаешь, я не знаю, что… Вы узнаете свои работы? Конечно, разумеется. Конечно, свои работы не узнать. Мало какой мастер, мне кажется, сможет забыть или не узнать свою работу. То есть, каждая она индивидуальна, но все равно ты же ее делаешь сам. Это не 5 минут, не 10, не день. Это занимает порядка недели, скажем. Поэтому каждую работу ты туда вкладываешь частичку себя. То есть, твоей души. Ты знаешь, где здесь каждый узелок, где здесь лицо, где здесь знак. Хотя, как бы они симметричные знаки, но я знаю, откуда я начинала, где я тут завязала узелок, где что. Поэтому ты когда вот надеваешь, ну что так, перед, изнанка, все. Поэтому и так, в смысле, все работы. Надо же. Вот говорят, что династия – это то, что передается из поколения в поколение. Вот сейчас вы говорите, и вот у меня такая мысль возникла. Может быть, на генетическом уровне, вот то, что когда-то было у наших предков, да, вот то, чем они занимались. Ведь не каждому это дано. Ведь меня, допустим, бабушка учила. Но я тогда по детству, конечно, не поняла, что это такое, чему она мне. Я тесьму плела. Это потом, спустя время, уже когда я увидела, чем люди занимаются, там Вячеслав Мастафов, там еще Мадина Сарапи, я поняла, что это было плетение тесьмы. Я теперь так сожалею о том, что я этому не научила в свое время. Вот почему бабушка меня вот просила, давай. А у вас откуда вот это? Я думаю, любая девушка должна уметь держать в руках иголку. Из детства это у нас в семье прививалось. Вот мы даже еще с Диной ходили в садик, и нас мама отвела во Дворец пионеров, он тогда назывался, сейчас во Дворец творчества, на, там, кружок назывался Мягкая игрушка. То есть мы шили игрушки, нас ушли. Мама действительно воспитывала вас, таких истинных адыгских девушек. Это должно было быть, это должно было быть, прививалось, всячески поощрялось у нас дома. То есть все игрушки у нас стояли на видном месте, все, что мы шили. И это, я думаю, оттуда пошло то, что мы умеем держать, как бы, иголку с ниткой в руках. Да, потом бабушка у нас вышивала крестиком, она нас тоже научила в детстве, мы вышивали крестиком, там тоже какие-то... абсолютно невероятные величины картины, и там мой кусочек здесь был, там Лина с другой стороны сидела. Я обшивала дерево, я обшивала озеро. Дедуле нравилось, когда он выходил из своей комнаты, мы на кухне все сидели, ему нравилось, что мы были чем-то заняты, и вот чем-то таким действительно по-доброму, хорошим, то, что это с толком, вот, с любовью делается. Эти картины у нас до сих пор висят дома, у тети дома, папа сделал рамки, там, багет, все, у нас уже с мамой, с моими руками. Поэтому у нас все, вот, творческая мастерская, ручная работа, и вот у нас ручная работа, вот у нас папа рамки сам нам делал, этим картинам, так что... Знаете, говорят, все самое дорогое у человека, это его родители. Но я не могу, опять же, не коснуться тому, что все-таки у каждого родителя есть еще и свои родители, да, раз уж мы так начали разговор с вашего дедушки. Расскажите немножко о дедушке и о своих родителях, те, кто подарил вам жизнь. Действительно, это самые замечательные люди, наши родители, вообще семья, как ячейка общества, как бы банально это ни звучало, но я думаю, это такие ценности, которые со временем не утратят своего значения. И буквально недавно наши родители отметили юбилей, у них, они одноклассники, у них день рождения с разницей в месяц, вот мы им отмечали, и было сказано очень много добрых, теплых слов, и я думаю, действительно, для каждого человека в жизни главное родители, главное, чтобы они были здоровы и счастливы. И вот как мы отметили их юбилей, очень весело, прекрасно, красиво, с нашими родственниками, друзьями их, одноклассниками, вот. Я думаю, это вот такой праздник получился очень хороший. И я желаю вообще каждой, чтобы родители видели счастье своих детей, вот самое главное, конечно же, это здоровье. Что касается родителей, у меня родителей теперь вдвое больше, потому что я замужем, вот, и у меня еще есть еще два прекрасных родителя, вот. Я счастливый человек, конечно, в этом плане, потому что, ну, разные ситуации бывают, но мне очень повезло с семьей, с родителями, они ко мне относятся, как к своей дочери. Это очень приятно. То есть это, ну, я отзываюсь, я обращаюсь к родителям, мама, папа. Даже ко мне относятся, как к дочке, да? Да, потому что я называют мамой и папой, потому что по-другому я много тема решаю. Ну, так-то прекрасно. Родителей в два раза больше, чем в чем-то. Ну, это же хорошо. Очень. Лина, в 2012 году победила в конкурсе мисс Нольчанка, да, набралась наибольшее количество баллов в семи номинациях. Что подвигло тебя к этому? Зачем тебе это нужно было? Вроде бы, ты знаешь, как в этом говоришь, комсомолка, активистка, спортсменка, да? Мне это вообще не нужно было. Ты в университете хорошо, ты и танцуешь, и шкалист, да? Я всячески избегала таких конкурсов. Публичный человек, скажем так, была всегда. Да, ну, и такого рода конкурсов я всегда избегала, потому что мне это абсолютно не надо было. То есть я реализовывалась творческие на сцене как-то в других качествах, ипостасях. То есть я веду мероприятия, я сама их организовываю. Я танцую уже давно в Театре Танского Булка-Листа. То есть сцена — это мой второй дом. И как бы, так сказать, не отнимала хлеб у других участниц, которые хотели участвовать именно в таких конкурсах, как-то себя проявить и показать. Но, что касается именно этого конкурса, то надо сказать, что я была, по-моему, единственной участницей, которая не сама по собственным желаниям пошла, а которая делегировала от нашего родного, как бы, изно-балкарского госуниверситета. И с управления по воспитательной работе звонили моей маме, и упрашивали, уговаривали ее, чтобы я приняла участие. Довели, что там это никакой не конкурс красоты, дефиле. Это был конкурс на образ девушки-горянки, образ девушки города Нальчика. И поэтому я узнала, что я буду участвовать в этом конкурсе, самое последнее. То есть меня поставили перед фактом, и если мы уже затронули тему этого конкурса, то у меня была грандиозная поддержка со стороны всех людей, которые меня окружали. Я могу похвастаться тем, что меня окружают хорошие люди. Многие могут подумать, что я вижу мир через какие-то розовые очки, или как я там витаю в облаках, но нет. А для меня все люди, которые со мной, и спасибо им за это, это отличные люди, на которые я могу положиться. И мне просто нельзя было их подвести в первую очередь, и потому что груз ответственности лежал на плечах такой, мне во всех номинациях, во всех конкурсах помогали самые лучшие из лучших людей. И поэтому, я думаю, судьба так сложилась, так значит должно было быть. Это мой первый и последний конкурс, в котором я участвовала. Красоты! Да. Лина, вот сейчас ты говоришь, а я вот, готовясь к нашей встрече, вчера прочитала, что Лина с греческого, как бы там имеет какое-то значение, но одно из главных черт человека, обладающего этого имени, это ответственность. Ой, я очень ответственна. Неужели вот имя каким-то образом влияет на характер человека, на его поведение? Вот как вы думаете, Дина тоже имеет свою такую крепкую основу, человек самоутверждающийся, добивающийся всего в своей жизни? Ой, это очень важно. Это тоже очень верно. Да? Действительно так. Насчет своего имени я не могу сказать, что это так. Ну, Лина соответствует. Другим виднее. Но то, что Лина человек ответственный, даже гиперответственный, я могу за это поручиться, это точно. Потому что, ну, вот Лина старшая сестра, и с детства мы с ней ходили в детском саду в одну группу, ну, так получилось, и у меня всегда, и у меня всегда, вот она хоть на год и старше, но она всегда для меня была такой взрослой, и она меня всегда водила за ручку везде, и вот даже наши воспитатели в детском саду, они всегда восхищались этим, и родителям говорили, что вот, она вот как за дочкой за своей, за ней смотрит, и она меня всегда водила за ручку, и я всегда была ребенком, и до сих пор им остаюсь, мне так кажется, и что вот я всегда полагаюсь на Лину, и я знаю, что Лина все сделает, Лина мне поможет, Лина все знает, поэтому, как-то так, вот у меня то Лина была, а теперь мой супруг, вот, Лина, ну что ты скажешь теперь про Дину? Ну, мы, конечно, грустно, если не переложили на супруга, но все-таки про Дину, что могу сказать, человек творческий, разносторонний, развитый, добивающийся своих целей, я думаю, действительно, может быть, не то, что имя как-то повлияло, но просто характер такой, в каких-то, в некоторых моментах, я же говорю, несмотря на то, что мы погодки, между нами всего будет разница, но в каких-то моментах Дина проявляет себя более серьезнее, старше себя, я ее ощущаю, потому что, не потому, что Дина как бы вышла замуж сейчас, и как-то семейная жизнь на нее так повлияла, хотя это тоже, семейная жизнь более повзрослела, вот, ответственности больше стало, но я счастлива смотреть на их семью, даже не могу сказать их семью, это моя семья тоже, потому что мы очень дружны, мы очень прекрасно и крепко живем, дай Бог каждому ощутить такую радость и счастье. Дина, теперь к тебе прощайся. В 2014 году дипломная работа была, проект национального комплекта. Известно, что национальный пояс, помимо того, что как бы опять, да, декоративная сторона имеет какое-то значение, но там же еще и символы были, обереги, какие-то благодарственные символы, которые должны были каким-то образом повлиять на на девушку, на дальнейшую судьбу. Это как-то определялось в твоей дипломной работе? Вот имело какое-то значение? Да, ну, дипломная работа вообще, как и у всех, она длится на протяжении года, то есть времени вроде бы как и много, но с другой стороны этого времени пролетает, никогда, ну, скажем так, не хватает, поэтому, ну, учитывалось все до мелочей, то есть я вот занималась разработкой от и до, то есть начинает эскиза, придумывала каждый узор, каждый орнамент, а вообще орнаментика, ну, национальная наша, она, ну, безумно интересная и как предмет вообще просто изучения, поэтому, и это мы тоже изучали, и нам и преподавали, и в университете рассказывали про это, и книги мы читали, ну, мои однокурсники и я, и все учитывалось, потому что к дипломной работе надо подходить, скажем, с умом, и чтобы это было достойно тебя, то есть на протяжении вот долгих лет, когда ты учишься в университете, вот это твоя точка, то есть дипломная работа, это то, о чем ты будешь вспоминать, о том, что будут вспоминать твои преподаватели, когда будут думать о тебе, это очень ответственно, ну, я подходила к этому ответственно, вот, и, конечно, это все я учитывала, но сказать, что я взяла прям орнамент, который, ну, состоявшийся уже наш, но тоже нельзя, так сказать, то есть, я стилизовала его, то есть, за основу, конечно, наш орнамент входит, но это стилизация, потому что у меня тема дипломной работы была изготовление комплекта стилизованного национального женского украшения, туда у меня входил пояс, нагрудник и декоративные куговицы, вот, поэтому там тоже есть интересные, моменты, как бы, которые связаны именно с созданием этого комплекта, но, что касается орнамента, там, конечно, и национальный, тоже какой-то смысл в них, конечно, это вкладывалось, поэтому... Скажите, вот творческая мастерская Мафетс, чем она занимается в данный момент? Кто у вас там главный все-таки кто занимается? когда в мастерской идет ремонт. Нет, ну я не так буквально спрашивала. Что в планах? Здесь серьги, браслеты, да, сделанные вами. Что еще, помимо вот шейных украшений, скажем? Броши мы делаем, всевозможные различные. Но это драгметалл или это все-таки бижутерия? Что это? С чем вы работаете? Я знаю, ювелир, вот, например, кольца, на мне еще цепочка, ну не цепочка, а проливка. Из серебра, да? это серебро. Серебро, золото, золото меньше работаем, потому что необходима, ну, чисто техническая сторона, на самом деле, а так, нет предела тому, чем мы можем заниматься, чем мы будем, я надеюсь, заниматься. Ну, и для этого нужно время, на самом деле, просто, и техническую сторону мы тоже прорабатываем. даже сейчас, это у нас все в планах, то, что будет. Так мы занимаемся не только вот ободочки, какие-то аксессуарами, в принципе, мы занимаемся, будь то серебряные украшения, или посеребренные украшения, это все дизайнерская работа, то есть мы не копируем чьи-то изделия, мы делаем свое, от эскиза, начиная и уже к готовым изделиям в конце поддушек. Выжигаешь, все собираешь, плавишь, все делаешь сама, Дина, да? Это очень интересно смотреть со стороны. Мне кажется, какая-то мужская, такая не очень, скажем, грязная работа, вот как-то мне не, не могу я это ассоциировать, да, с Диной. С трубкой, да, да, просто уже устои такие есть, как бы вот сформировавшиеся уже то, что ювелир, это парень, мужчина с грубыми руками, которые все это делают, но это настолько красиво, эстетически смотрится в крупких руках юной молодой девушки, да, понятник, да, который вот это вот все плавит. Да, это все огонь, а у нас просто, видео нет, фотографии есть, Дина вот такая вся красивая, с прической, в украшениях стоит, плавит, там открытый огонь, это все, еще горелка, это ногой качается, вот, плавятся, юбки, Это все очень интересно, это все очень красиво, и понимать то, что вот ты делаешь изделие от начала и до конца, то, что ты придумываешь, и то, что ты свою задумку, ты знаешь, на что ты способен, и что ты можешь сделать в итоге, и ты какие-то себе, ну вот я, например, перед тем, как я что-то начинаю делать, скажем, бросаю себе вызов, смогу ли я в итоге, и очень интересно, когда, вначале же эскиз делаете, и когда ты делаешь эскиз, а потом смотришь готовую работу, никогда не получается так, не потому, что это, я не могу сделать или что-то, всегда в процессе что-то может измениться, от эскиза до готового изделия, потому что в процессе ты можешь понять, что вот так будет лучше, и так будет симпатичнее смотреться, поэтому процесс, вот это сам изготовление изделия, это очень красивый, ну, для меня так, трудоемкий, скажем честно, и, ну вот, вы сказали, мужская грубая сила, конечно, сила нужна, и порой, ну, скажем, не хватает ее в силу того, что я девушка, вот, но ничего, мне помогают, помогает мне папа, папа-мастер на все руки, это да, это да, это так, вот, поэтому, и вот в университете, когда я училась, ведь я закончила факультет искусства и средств массовой информации, вот, отделение декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, на это уделялось большое внимание у нас, именно на народные промыслы, вот, поэтому у нас в университете все делалось так, как было раньше, скажем, в силу тоже определенных технических, ну, сторон неохваченности, поэтому у нас вот прям было приближено к тому, как это делали наши предки. А бывает так, что вот не идет то или иное изделие, вот, металл сопротивляется, я не знаю, иголка ломается, ну, всякая же бывает в жизни, и вот, мы как бы говорили, если вот что-то у нас в первый раз не получится, значит, видимо, так и должно быть суждено нам дальше это не сделать. Надо отложить, Да, ну вот, надо отложить, значит, отвлечься как-то от дела, а потом, надо всегда, вот, я считаю, что все надо доводить до конца, если ты взялся, будь добр, застанавливайся. Ты наустремленная. Конечно. Вот. Это может, ну, ты, я не могу сказать, что сразу, вот, если что-то не получается, что там, пять минут встал, отвлекся, и потом опять садишься и делаешь. Это может полежать некоторое время, но обязательно надо доводить до конца то, что ты начал. Вот это, скажем, ну, не то, чтобы жизненная кредо или еще что-то, ну, вот, такой принцип, наверное. Как говорится, в дом ящик неотканавливается. Да, в дом ящик неотканавливается. Девочки, легко расстаетесь со своими изделиями? Не жалко, что они уходят? Нет, очень нелегко, на самом деле, потому что... Мне же кажется, это часть души. Да, мне хочется носить это все, вообще, но понимая, что ты своей работой можешь принести радость, другому человеку, который хочет тоже вот так же красиво выглядеть в этом. Это, на самом деле, осознание этого переосилит все то, что вот все мое, мое. Вот, нет, на самом деле, если говорить, то как-то вот преодоление того, что ты делаешь на заказ, индивидуально, это очень дорого стоит, не в плане денежного, а в плане эмоционального и внутреннего. То есть, внутри ты спокоен, и на душе у тебя праздник, от того, что кому-то вокруг стало хорошо. Опять же, розовые очки, я в облаках. на самом деле, это так, потому что, когда ты делаешь какое-то изделие на заказ, то есть, ты туда вкладываешь душу. Ты, ну, в любое изделие душу вкладываешь, но когда ты это делаешь на заказ, ты себе представляешь, как человек это будет носить, как он обрадуется. Ты вот себе рисуешь эмоцию, когда он получит это изделие, первое впечатление, это очень важно. Но на самом деле, когда мы отдаем заказ, или когда человек получает... Мы лично отдаем заказ, то есть мы еще на курьеры. То есть, иное изделие, это очень, ну, интересно посмотреть и волнуешься, безусловно волнуешься за то, как человек отреагирует, а вдруг не понравится. Но не все же эмоциональные люди, может быть, не все могут выражать сразу свои эмоции и выразить вот благодарность. Я абсолютно не эмоциональный человек в этом плане. То есть, мне дарить подарки, это не дай бог. То есть, у меня на лице ничего, я просто могу сказать спасибо, поблагодарить и все. То есть, мне многие друзья отказываются дарить подарки. когда вот столько труда вложено, и ты даешь это человеку, и вдруг ты на лице ничего не видишь, кроме слов спасибо. Ну, не знаю, я вот такого человека пока Лину встречала пока. Вот как-то все люди благодарны. И потом пишут, 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 так приятно это читать. Прямо аж и настроение поднимается от этого, что человек рад тому, что ты ему сделал. Вообще, женщины должны себя баловать вот такими вот украшениями. А у нас не только женщины к нам обращаются, и молодые люди, чтобы сделать подарок своей второй половинке, либо маме, либо тете. то есть у нас есть индивидуальные заказы именно по настояниям и по вкусу. Они приходят со своими предложениями и говорят, что им нужно, да? Или вы уже по своему собственному усмотрению, по своей фантазии, как вот из того, что сказано создаёте? Молодые люди, они же, ну скажем, не сильно вникают в процесс и в то, что надо. Им просто вот, они посмотрят, да, это красиво. У нас наша работа выставлена в шоуруме, Султаново шоурум, и туда мы отправляем, они говорят, мне, пожалуйста, вот такой, вот, только там, при другого цвета. Какие-то высказывают свои пожелания, да, мы их там как-то скорректируем, может, мы им подскажем, что будет лучше, как будет лучше выглядеть в стиле, в каком цвете это лучше преподнести, что-то, как-то, да, то есть это всё учитывается. Индивидуальный подход, как говорится, каждому человеку, который к нам обращается и для кого мы будем работать. И все. Лоран сказал, самое важное в женской одежде женщина, которая её носит. Дина создавала костюм для Лины, где она была ведущей и носила этот костюм до танца над Эльбрусом. Как ощущать себя в национальном костюме и вот представлять работу сестры, ведь это какая-то двойная, тройная ответственность, да? Да, это даже больше, чем тройная, потому что... Там же энергетика какая-то своя. Костюм, да, она была вот дипломная, выпускная работа Дины, то есть я на дипломной работе была в качестве модели, на мне был этот костюм, потому что шили, вот, на нас, на нас, на сцене я не знаю, какой размер, поэтому на нас. Шили, вот, ответственность очень большая и многие люди, кто обращают внимание на это, говорят, где заказали, откуда взяли. И с такой гордостью ты можешь сказать, что это сделала моя родная, младшая сестра своими руками, и все удивляются. По меньшей мере, можно так сказать, вот удивление, как выразить. А мне приятно. А мне так как приятно, что еще это и красиво, осмотребельно, и как-то реально чувствуешь определенную стать, осанку, уже манера поведения меняется сразу, когда одеваешь стилизованное национальное платье, а тем более не просто заказанное, выполненное, там, под заказ, каким-то мастером. Это же все свое родное, Вот вы сейчас говорите, я смотрю на вас, думаю, вы одно целое, но просто одна в белом, другая в красном. Но мысли об одном, идеи об одном, да, реализация все в одном. Но одна занимается спортивными танцами в Калисте, другая занималась национальными танцами в Кабардинке. Что, почему привело вас в разные стороны немножечко здесь? Мама. Специально? Мама различила. Специально, потому что я занимаюсь танцами уже будет вот 20 лет. Я занимаюсь танцами. Ветеран. То есть это, это раньше я могла, там, лет 15 сказать, что это хобби, но на протяжении 20 лет, знаете, спортивными, бальными танцами, это уже, видимо, переросло в нечто большее, чем хобби. Это моя вторая жизнь. Вот. И когда я начала только заниматься, вот, мама отвела, я попросила маму отвезти меня на танцы, потому что у нас в школе проходил отбор, и меня выбрали. И я пришла, я сказала, мама, я хочу заниматься танцами. И она, как можно было спросить маленького ребенка, осознанно, говорит, ты точно будешь заниматься? Потому что не будет такого, что сегодня хочу, завтра не хочу, не пойду бросим. я тогда сказала да. То есть, как Дина отметила, я всегда была серьезная, всегда была старшая. Я ответила, что да, и до сих пор, вот мне сейчас 25 лет, до сих пор это да, держит в своей позиции. И тогда мама сказала, это очень красивый вид спорта, но и затратный. Но вот мы упомянули, что дедуля, он всегда поощрял наши и затраты, и творчество, и это все было, так, не можно сказать, культивировано, это красиво, это эстетично. Девочка занимается танцами, и когда пришло время Дины, определяется, выбирать, куда пойти, то многие говорили, вот, Дина танцует, давайте вместе водить все. Она сказала, двух танцовщиц в доме не будет, потому что это действительно тяжело. Может быть, какое-то на определенном этапе развитие именно вот национальные танцы, чтобы пойти. Не знаю, может быть, как-то национальные, воплощения, это все вот Дина, мне кажется. Не знаю, меня тоже, меня как-то вот в детстве водили тоже на какие-то кружки, на занятия, меня определяли мама с дедушкой, да, и подольше, как это все было. и вот национальные танцы они меня тоже отвели вот во дворец творчества, во дворец пионеров бывший. Они меня вот отвели в Нельцук, я там пришла, да, там посмотрела, дедушка меня отвел, они тоже посмотрели, там репетицию первую посидели, потом вроде бы согласилась ходить, ходила недолго, скажем. Ну ты совсем маленькая. Я была маленькая совсем, да, ну вот в силу каких-то обстоятельств, я уже не знаю, ну почему, но я не захотела потом ходить. И как-то мне не настаивали, не заставляли, и я бросила. Но потом, честно говоря, я вот о чем жалею, наверное, об этом, что я вот в детстве не продолжила заниматься. Хотя с другой стороны, может быть, это не занялось бы искусством, в плане рисования, в плане, да, художеством. Поэтому, что было, это, наверное, так и должно было быть и случиться, и мы имеем то, что имеем, скажем, сейчас. Поэтому, наверное, так должно было быть, наверное, так было бы лучше. Но когда я поступила в университет, и меня направили, скажем, вот, Лина уже в университете, ну, училась, и знала, там в университете уже много чего скажем. И меня вот отправили в народный ансамбль танца КАФа при университете, который был. И вот там я танцевала, пока училась, вот, все время. И там я солисткой была, потом кабардинка, у нас тогда еще руководитель был Атебиев, Игорь Клишбиевич и Фатима. Вот, и они потом уже нас и в кабардинку привлекали, и как-то вот, получилось, что и в кабардинке я потанцевать успела. Я очень этому и рада, и все равно, когда ты представляешь свою республику, свой народ, и показываешь характер и танцы своего народа, где-то выезжая, то есть уже в стране, в нашей, представляешь свой вот народ родной. Это как-то гордо, гордость берет, конечно, и это очень приятно. И когда мы выступали, ну, самое мое, наверное, запоминающееся выступление, это в Москве, в Кремле мы выступали, нас приглашали, вот с кабардинкой. Это эмоции, наверное, на всю жизнь. Мы успели погастролировать, и такое было, что чемоданы не распаковывая, у нас в коридоре стояли, Дина приезжала с гастролей, я уезжала, и так сказать, чемоданное настроение. Ну, и студенческая жизнь у нас очень активная была, в плане того, что мы как бы учились вместе в одно время, вот, и все студенческие поездки, все различные, в общем, везде практически, ну, вот Россия, можно сказать, объездили не только вот Южный федеральный округ, Северокавказный федеральный округ, но и по России тоже везде были со студенческими поездками, и гастроли наши, связанные с танцами. В 19 веке был такой Марсель Пруст, известный литератор, и в Европе была очень известна и популярна такая анкета Марселя Пруста. Я хотела бы, чтобы вы сейчас ответили на эти вопросы по очереди. Давайте. Давайте. Достоинства, которые вы больше всего цените в людях, в мужчине, Лина? Ответственность. Я хотела сказать, да. Ну, говори, как есть тоже, говори, значит. Ответственность и мужество, наверное. А в женщине? Честность. Опять забыла? Нет. Честность, не знаю, но женственность. Ваше представление о счастье? Для меня счастье – это заниматься любимым делом и внутри себя. Не просто нарисовать на лице улыбкой, чтобы все окружающие думали, что все хорошо, а внутри, чтобы вот внутреннее спокойствие, душевное спокойствие – это и есть счастье. Счастье – это, ну, чтобы все родственники, родные, родители, чтобы были здоровы, чтобы семья, в которой есть человек, чтобы в семье было счастье, и уют, и благополучие, и сейчас, наверное, актуально мирное небо над головой. Вот это счастье. Ваше любимое занятие? Ну, в принципе, мы сегодня о нем говорим, но, может быть, уточните теперь. Любимое занятие? Если в целом сказать творчество, то, я думаю, сюда войдут все. И танцы, ведение концертов, мероприятий, организация этих мероприятий, то есть уже от ведущей я больше отошла как организатору. Этим тоже интересно заниматься мне. Наша творческая мастерская, продвижение ее, вот, это любимое занятие, в принципе, я думаю, да. Да, мы сейчас находимся вот на нашей творческой мастерской, скажем, на такие вот, ну, начальник, наверное, этапа, хоть и два года уже прошло, но это, мне кажется, срок, ну, очень маленький, чтобы какие-то результаты уже видеть и чего-то достигнуть. Все еще впереди, наверное. А наше любимое, ну, мое личное любимое занятие, это, конечно, искусство, то есть в том плане художественное искусство, декоративно-прикладное искусство, вот наша творческая мастерская непосредственно, я и картины пишу, тоже сейчас. Маслом, акварелью, в общем, чем пишешь? Акварелью пишу, акрилом, гуашью, масло у меня еще впереди, скажем. Хоть я и занимаюсь, ну, давно и профессионально, потому что, если есть образование, то значит уже профессионально, то есть у меня художественная школа и колледж дизайна, и университет, это вот все... Вы принимали участие в выставке, да? Ну, не единожды. Ну, я вот сейчас хотела сказать, что в национальном, в изобразительном музее, то, что проходила выставка, да? Да, у нас два раза были там выставки совместные, вот, и Мара Акизова, художник, замечательный человек, и художник, она вот, благодаря ей эти выставки и состоялись, и вот именно эти мастер-классы, которые она нам дала, это, ну, очень приятно, вот всего два у нас было мастер-класса, мы ее просим, 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 и надеемся, что еще она нам устроит, она нам праздник дарит, мне очень интересно сейчас вот такой вид, это не живопись, это, ну, изобразительная будет искусство, как калаш, вот, я сейчас очень, тем не прям интересно сейчас этим заниматься, я сейчас портреты делаю в технике калаша, вот, сейчас, ну, не знаю, у меня там тоже есть кое-какие планы на нашу творческую мастерскую и в развитии и этой стези, ее обзорства, поэтому, думаю, получится, дай бог. Ваш любимый герой? Герой. Романтическая натура. Лина, вам сейчас... А я вот только хотела сказать, и даже, поскольку, поскольку, натура романтическая такая, но у меня мой любимый герой, абсолютно не романтик, Гончаров, Обломов, почему-то мне очень сейчас так в памяти всплыло, я испытываю очень чувство жалости, может быть, к этому герою, я так прониклась к нему, вот такая толстенная книга, когда нам задавали читать ее в школе, это было как как кадр, да, потом университет, новое прочтение, и все, и у меня слезы рыдания, и мне было очень жаль. Да, искренне. Что касается героя, я затрудняюсь ответить сейчас, мне как-то тяжело, наверное, сейчас сказать. А героиня? С героиней посложнее, потому что, ну, как бы, первое впечатление, что выбирая любимую героиню, отождествляешь себя с ней, вот, вот, поэтому, про героиня я подумаю, я даже не знаю, но сейчас я как-то, ну, к школьной программе возвращаюсь, я не могу сказать, потому что, ну, как-то, читая в школе, все равно, это какие-то другие, это давно очень было, скажем, и переживания, и мысли какие-то другие, я сейчас немного другую литературу читаю, современную, вот, и как-то оттуда приводить, мне как бы, я не могу слышать, это мои любимые герои, или что-то, я сейчас читаю британскую писательницу, Джорджу Моэс, ну, она современная наша, и как-то это, не какие-то возвышенные, там, книги, или что-то, это про жизнь, просто вот, перед сном, скажем, очисть, поэтому, про героиню я, тоже не скажу вам, ваш любимый цветок? Цветок? Цветок, цветок, я могу сказать, давай, мой любимый цветок, это гортензия, ну, очень нравится этот цветок, и у меня, свадебном букете, тоже спасибо большое, и нашли, эти цветы в октябре, вот, ну, ну, очень красиво, оно соцветием состоит, и там, вот эти вот, много-много цветочков, и они все вот в таком шарике, шар, это, по мне, идеальная, целостность, целостная матура, да, она у нас, обтекаемая, всегда, обойдет все углы, розочки маленькие, да, такие большие, а вот здесь маленькие розочки, просто, вместе-вместе, когда, очень красиво, а ваш любимый цвет, ну, мне так кажется, что она красная, судя по-знему, голубой, не, не яблый цвет, зеленый, а почему сегодня пришли обе-то в таком красном, ярком, а это не относится к цветовой гамме, как в одежде, или это, да, по настроению, по настроению, ваше любимое изречение, по аспера от аспера, через терник, звезды, любимое изречение, вот мне очень нравится, про целя Соломона, про Соломонова кольцо, все пройдет, и это тоже, поэтому, никогда нельзя думать, что все так, как есть сейчас, и никуда не изменится, и не поменяется ничего, так что, ваш любимый девиз? Все, что не случается, все к лучшему, я прям в этом уверена, и стараюсь жить так, чтобы все хорошо, наверное, да, все, что случается, все к лучшему, спасибо вам большое, девочки, удачи, успехов вам, и дай бог, чтобы в вашей жизни, за что бы вы ни брались, все случалось, получалось, и вы бы достигли, тех высот, чтобы через тернии к звездам, достичь той звезды, которая принесла бы вам славу, имя, победу, спасибо вам большое, процветание вашей творческой, мастерской, Мафац, и пусть ваши украшения, дарят женщинам радость, делают их, на какое-то время, счастливыми, любимыми, красивыми, спасибо вам, спасибо большое, материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве, достаточно хорошо изучены, но, тем не менее, они продолжают таить в себе неограниченные возможности, то, что с любовью сделано руками, доставляет окружающим людям радость встречи с рукотворной красотой, это открытие, открытие мира красоты и мудрость. Телекомпания «Нотернальчик», программа «Молодежный проспект». У нас на сегодня все, мы с вами прощаемся, до новых встреч, счастливо! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан!